всем доброе время суток с вами канал лоха 54 я владимир ну вот делаю лестницу на дачу на косаурах и покажу вам свой шаблон как сделано шаблон для того чтобы ступень их делать пазы посадочные хозы вот такого плана вот многие конечно зададутся вопросом то есть как бы никто их не делает но я делаю поэтому расскажу а дальше уж там сами решите будет надо вам это применять или не надо вот вот такой шаблон сделан на рейке и настраивалась по кассауру марш на котором лежат ступени он и называется кассаур то есть вырезанного так вот зубчиком марш если прямо идет то это называется тетива и а в тетиве уже фрезеруются пазы вот так и если в тетиве фрезеруются фрезером допустим это по ступеньку паз посадочный идет то на кассаурах ступеньки ложатся сверху и вот это место как правило кассауры вырезаются лобзиком и соответственно вот эти места обычно чуть-чуть неровные то есть и потом ступенька плохо прилегает либо фрезером надо как-то выравнивать либо на чипу где-то заказывать соответственно вот но я маленько это все обхожу по-другому то есть вот это место где поступенок стоит я выравниваю фрезером потому что она ровная просто приложил и соответственно ну фрезером прошел и выровнял а ступеньку уже углы если так делать то уже сложно гоняться за углами вот поэтому ступеньку я наоборот просто делаю ступени посадочный паз и соответственно перекрываю все эти легкие неровности это во первых во вторых этот паз он соответственно направляет марш это тоже немаловажно третье преимущество этого паза то есть когда ступени крепится их не сносит когда тянешь то может быть смещение с этим пазами когда смещение не будет и четвертое что для чего это почему хорошо с этим пазом то есть когда приклеивается вот эти уголки соответственно тоже все приклеивается и ступени на клею тоже держит соответственно очень крепко а также когда ступени проходят деформацию то есть если простое примыкание допустим у так у то ровная даже там на чпу все равно идет какая-то небольшая разница появляется там там отрывало чуть-чуть вот эти пазы они не показывают этого ничего то есть как она сделана была в первом состоянии так она и останется то есть соединение получается внутренние из естественно когда идет старение там материала и прочее этого уже все выглядит красиво не безобразно вот делается на просто это шаблон делается просто вот на бруске допустим соответственно два паза и вот здесь это упор и настраивается по косову и по упору естественно так выставляется и фрезеруется через копировальную втулку просто-напросто делается паз я уже не буду шуметь я уже сделал сейчас я на лестнице там все еще покажу как это все выглядит вот и через копировальную втулку пазовой фрезой делается паз потом уже соответственно снимается кромка по всей ступени вот если поступим то тут конечно еще пазы делаются на это лестница открытая поэтому здесь как бы поступят нету поэтому здесь ничего не фрезеровано атака возле свеса еще идет под поступенок еще один паз вот мы сейчас пойдем на лестницу я покажу как это все ложится ну вот собственно это лесенка лестница на дачу помните в эти столбы мы делали кривой линейные кадилюры и балясины вот они тоже сделаны таким же методом вот вот так вот это все выглядит то есть уже естественно все ровненько и никаких видов что кто-то там лобзиком здесь 3 ничего нету все четко вот то есть по косауру вот так вот сделаны пазы на ступенях единственное когда просчитывается лестница то есть марш надо учитывать то те три миллиметра который снимается то есть убирать со ступени закладывать их проект то есть не ступени уже не 4 допустим считается они 40 миллиметров 37 миллиметров и эти все погрешности как бы выравниваются на марше вот так вот все выглядит тут еще одна лесенка тоже лежит тоже на косаурах но это с отбойником будет уже делаться с нее подставка вот на сегодняшний день у меня площадка стоит две лестницы еще идет ну вот как бы все а на этом я заканчиваю всем удачи до встречи